Открытая студия Дело по делам молодежи города Мурманск Здравствуйте Добрый день Перед тем, как мы приступим с вами к диалогу Расскажем, о чем мы будем общаться Обозначим нашим уважаемым зрителям и слушателям контактные данные Я задам вам самый главный сакраментальный вопрос Как ваше настроение и здоровье? Великолепно И здоровье, и настроение Я надеюсь, вы будете так же красноречивы В течение всех следующих 28 минут Которые мы будем находиться в режиме онлайн С нашими зрителями и слушателями Ну а если у вас, уважаемый, возникнет желание Подключиться к нашей беседе Задать вопрос нашему спикеру Или прокомментировать тематику самостоятельно Вы всегда можете это сделать Звонившись по номеру телефона 99-45-45 Это телефон, естественно, прямого эфира Общая тематика нашей сегодняшней беседы Это 25-летие объединения молодежных центров И у них, в частности, вообще юбилейный год Не раз уже это отмечали И с гостями, которые приходят в открытую студию И, в принципе, в кулуарных беседах Но конкретно эта дата и вот это событие Нас интересует более всего У молодежных центров о работе молодежных клубов До пандемии, во время пандемии О будущих планах и о тех проектах Которые сейчас осуществляются Хотелось бы пообщаться Как можно больше, как можно подробнее Узнать о них, в общем, максимально все Тема большая, тема глобальная Я почти уверен, что 28 минут программы Нам на это не хватит Но надо с чего-то приступать Ну, начнем с того, что Часть скрытой секретной информации Я уже выяснил у вас за эфиром О том, что вы не вчера пришли в эти центры И не позавчера Уже без малого где-то 17 лет, верно? Все верно Уже 17 лет А как вас туда потянуло? Сразу после педагогического колледжа Я пришла работать в молодежный центр С социальным педагогом Тогда была такая должность В молодежных клубах И занималась профилактикой табаковрения О как? Да, то есть я, можно сказать, выросла С самых низов Начиная с социального педагога Я была потом начальником отдела реализации профилактических программ Сейчас я являюсь начальником отдела по делам молодежи Я так понимаю, что это можно назвать работой всей жизни? Естественно Это то, чем я всегда занималась То, что я умею То, что люблю Молодежная политика, в общем-то, во мне А не только я в ней А как обстоят дела с молодежной политикой В принципе сейчас В 2020 году? Я понимаю, что вопрос как-то звучит поверхностно И очень обширно Просто любопытно, насколько меняются взгляды И тенденции на среде лет Так как наша встреча все-таки посвящена 25-летию объединения молодежных центров Хотелось бы, наверное, в разрезе развития этого учреждения Рассказать о том, как, в принципе, изменилась молодежная политика за это время Так даже лучше Изначально цель Вообще ставилась перед учреждением молодежной политики Это Увести молодежь с улицы В какое-то помещение Где бы их организовали Где бы кто-то за ними присматривал Это была цель максимум Поэтому было продумано Формирование клубов по месту жительства Тогда они так назывались Подросток Объединение молодежных клубов по месту жительства подросток Практически в каждом микрорайоне В каждой улочке В каждом квартале был такой клуб Куда ребята могли прийти самостоятельно То есть их никто не организовывал Они захотели, зашли с улицы в такой клуб Им выдали ракетки И они либо общались, либо играли в теннис Либо просто сидели с ракетками Ну, есть такое желание Условно говоря, да И, в общем-то, в этом в основном и заключалась работа клубов по месту жительства Конечно, были какие-то досуговые мероприятия То есть, по сути, можно представить следующим образом Что клубы это здания там с несколькими помещениями Где молодой человек, подросток, ребенок Заинтересованный, энергичный Мог проявить свой Направить свое любопытство Свой интерес к какому-то хобби Какому-то, может быть, виду спорта Интересному и реализовать его на бесплатной основе На этой площадке, которая находится недалеко от дома, в общем-то Ну, в общем-то, да Именно так это выглядело Не было никаких особых программ По которым бы специалист, работающий с молодежью, работал То есть, был какой-то план минимум Какие-то мероприятия В основном это были женщины или мужчины Находящиеся уже на пенсии То есть, таким образом как-то зарабатывали деньги Тем самым, вроде как и организовывали деятельность для молодежи Но каких-то социально значимых острых проектов В то время не предполагались То есть, они не были реализованы Такой цели не стояло И профильного преподавательского состава не было, да? В принципе, я так понимаю Это для тех, кто занимался этими клубами Это была и подработка И возможность немножко пообщаться с молодежью Но каких-то направлений С образовательной точки зрения Образовательной базы у них не было Ну, чаще всего, может быть Чаще всего, в основном, это были, возможно Имели люди какое-то педагогическое образование Но это максимум Максимум и необязательно Хорошо, время шло У клубов дела остановились лучше или хуже? Если говорить, в принципе, даже о материальном оснащении И то, как выглядели эти помещения То есть, это, как правило, подвальные помещения Там цокольные этажи Средства на их ремонт не выделялись То есть, материально-техническая база не обновлялась Максимум, может быть, какой-то спортинвентарь приобретался Так как все-таки проводились мероприятия И спортивные направленности Поэтому это, наверное, максимум Чем были богаты эти учреждения на тот момент Тем были рады Да Это вот вы говорите сейчас на момент основания их появления Да Хорошо, давайте проследим дальше хронологическую ветку Так как сейчас уже есть программы целевые И учреждения молодежной политики в частности Объединения молодежных центров Имеют финансирование и на мероприятия И на ремонты И на приобретение современного оборудования Конечно же, наши центры сейчас выглядят более привлекательные для молодежи Соответствуют потребностям их современной молодежи Ну и, безусловно, те мероприятия И те проекты, которые реализуются на базе объединения молодежных центров Они имеют очень высокий уровень, даже международный Скажите, пожалуйста, а клубов осталось столько же, сколько было на момент основания Или их количество как-то подрезались в угоду того, чтобы Ну, не воспринимайте в негативном контексте слово подрезалось Я просто хотел сразу из точки А в точку Б перепрыгнуть Сократилось их количество для того, чтобы улучшить оснащение Или их осталось столько же И каким-то образом появилась возможность профинансировать ремонтную часть аппаратную для каждого центра На протяжении всего развития объединения молодежных центров Количество клубов, сейчас уже центров, оно, конечно же, менялось Либо появлялись новые, либо от каких-то помещений мы отказывались В силу того, что они не соответствуют никаким нормам санитарным Но то, что мы имеем на сегодняшний момент, это 10 молодежных центров У нас не клубы по месту жительства, у нас молодежные центры Каждый центр имеет свою смысловую нагрузку Смысловую нагрузку? Да, свою какую-то идею То есть каждый центр, он уникален по-своему И направлен на реализацию каких-то особых компетенций молодежи Или на его потребности А можно на живом примере? Я просто достаточно внимательно стараюсь лидить наш диалог с вами И начиналась вся эта задумка, как я это для себя понял и подчеркнул Как необходимость вывести молодежь с улицы Ну, чтобы вот это бесполезное слоняне Какие-то там, может быть, потоки хулиганства Или просто бездарные траты времени На то, чтобы они могли реализовать себя, свой потенциал, видеть какого-то досуга И располагались условно по местам жительства в каждом микрорайоне Я так понимаю, что даже с этой точки зрения, с такой моральной, эмоциональной Сама задумка переросла в себя и переформатировалась Теперь есть 10 центров И каждый из них обладает своей идеей Можно на живом примере хотя бы об одном? Чтобы было понимание Ну, совсем недавно у нас после капитального ремонта Открылся молодежно-спортивный центр В принципе, все центры имеют свое название И, в принципе, уже из самого названия понятно, чем, в общем-то, занимаются в этом центре Какие программы реализуются на базе этого центра То есть молодежно-спортивный центр, понятно Ну, вы знаете, наверное, молодежно-спортивный центр Здесь действительно не требуется, ну, никаких объяснений Я не стану уточнять Там точно не пекут булочки Это спортивный центр А там прям спорт-инвентарь Может быть, вы сможете еще пару примеров озвучить Просто действительно очень любопытно Тем-то близко многим, очень многим Особенно тем, у кого как раз дети из нежного возраста Я маленький, милый пупочка Переходит в неуправляемый подросток И такие центры могут заинтересовать Но информационно не каждый знает И вот пока вы сейчас находитесь здесь с нами Почему бы нам не осветить еще большее количество информации Еще большее количество аудитории Ну, на самом деле, наверное, если говорить о каждом центре в отдельности Нам надо организовать отдельную встречу А это мы уже на заметочку взяли Вот галочка стоит Хотелось бы, наверное, отметить работу Центра развития волонтерского движения Который находится на Ломоносово, 17-1 Это тот центр, который, наверное, сейчас очень востребован и актуален На базе объединения молодежных центров Сейчас действует волонтерский штаб по работе Для организации помощи лицам, вынужденным находиться сейчас на самоизоляции Это лица 65+, с хроническими заболеваниями Которые по рекомендациям врачей Вынуждены находиться дома И не могут самостоятельно осуществить покупки Или оплатить квитанции И наши волонтеры осуществляют такую помощь Скажите, пожалуйста, этот последний клуб Волонтерской поддержки, который мы сейчас с вами выделили Он был открыт до начала пандемии Или такая идея возникла, что актуально, необходимо, социально, правильно Давайте сделаем На самом деле волонтерский центр Он был открыт, насколько я помню, в 2014 году И набирает обороты с каждым годом И его актуальность только набирает обороты И каждый раз какие-то новые проекты Жизнь нам подкидывает В 2019 году это было подключение цифрового оборудования И наши волонтеры активно помогали Одинокопроживающим бабушкам, дедушкам Подключение такого хитрого оборудования Для того, чтобы у них показывал телевизор То есть волонтеры остаются преданы, собственно говоря, обозначению этого центра Они не уходят в какие-то узкопрофильные работы И всегда готовы оказать поддержку Да, и причем это не только социально значимые проекты Но также у нас есть и волонтеры, которые обеспечивают работу на городских массовых мероприятиях То есть помогают в организации мероприятий И они у нас активно задействованы В принципе, и в таких направлениях работы, как эко-волонтер То есть организации субботников Надеюсь, что на майские праздники нам разрешат выйти все и убрать родной город Наши волонтеры будут первыми Я, вы знаете, я практически уверен, что хотя бы ради того, чтобы один раз выйти из дома И немножко убраться в своем городе, нам все-таки разрешат выйти Это все-таки не на работу ходить деньги зарабатывать Это нормально Давайте так Вопросов у меня еще очень-очень много И конкретно про волонтерский центр Точнее, про этот сегмент Дополнительно хотелось бы уточнить несколько моментов Но у нас осталось буквально 50 секунд до выхода на рекламную паузу И не хотелось бы прерывать вас в самом разгаре, в самом запале беседы Поэтому продолжим с вами беседу буквально через полторы минуты Когда начнется и завершится рекламный ролик А я напомню нашим радиослушателям и телезрителям, как с нами можно связаться Телефон прямого эфира 99-45-45 Сегодня у нас интересное событие 25 лет объединения молодежных центров И вот эту тематику мы обсуждаем с разных сторон Если захотите присоединиться к нашей беседе Контактные данные вам озвучены Более не буду отнимать на эту информацию времени от эфира Так что не переключайте FM-волну и свой телеканал Продолжается открытая студия Совместный проект Радио Рекорды Телеканала Арктик ТВ Я ее ведущий Николай Дукмас В гостях у нас сегодня Синякова Юлия И мы продолжаем беседу Завязанную на теме молодежных клубов Вот только что буквально за эфиром выяснили Что оказывается каждый из сидящих в этой студии Четырех личностей, скрытых под масками Так или иначе был связан с этими молодежными клубами И в свои годы посещал хотя бы один из этих центров Или даже сам организовывал некие рассудки Я не буду говорить о том, кто конкретно Оставлю как бы тему анонимности в нашей беседе Вспомнили и про спортклуб, который у нас находится На Миронова 8 Мы там занимались спортом и читали рэп В юные годы Я это помню, это было великолепно Знаете, приятно так вспоминать И на тот момент На тот момент в действительности Я объясню, к чему это очень долгая преамбула На тот момент, выходя из дома Подростку, ну, наверное И вправду было нечем заняться Это так, потому что Это было просто Основали по улице, с стороны в сторону Занимались какими-то Выдумывали сами себе дела Конечно же, работала фантазия Но желание быть вовлеченным во что-то большее Оно, конечно же, присутствовало Вот мне очень любопытно Насколько сейчас велика тяга у молодежи К подобным досуговым центрам Ну, если можно их так назвать В условии 21 века Вездесущих стримов, гаджетов, твичей И прочих-прочих-прочих Занятий, которые связаны С социальными сетями Интернет-платформами И, в принципе, отсутствием желания Очень большого сегмента Молодежной аудитории Выходить из дома И отсутствием необходимости это делать Прежде чем вы ответите Вот так вот запомните мой вопрос, пожалуйста У нас есть звонок Давайте на него сначала пробуем ответить Алло Здравствуйте Здравствуйте Вы представитесь Это открытая студия Это открытая студия А вы Я Раиса Васильевна Раиса Васильевна Здравствуйте Вы попали в открытую студию Вы сейчас в прямом эфире Вот я слушаю вас Скажите, пожалуйста Да В прямом эфире Что вы хотели нам рассказать Я хотела бы узнать Что за молодежные центры И по какому адресу они Потому что адрес не говорят Хорошо, Раиса Васильевна Продолжайте слушать и смотреть Мы сейчас Если вы недавно подключились Мы сейчас еще раз объясним Давайте так В двух словах О каких молодежных центрах Вообще идет речь Мы вообще-то сегодня празднуем 25 лет образования Этих молодежных центров Расположены они у нас По всему городу Где можно ознакомиться Со списком адресов Есть группа ВКонтакте Молодежь 51 А также есть сайт официальный Где также можно увидеть Полный перечень Если нет доступа в интернет Можно позвонить по телефону 25 53 70 Это приемное объединение Молодежных центров И узнать информацию В общем, Раиса Васильевна Если захотите знать Больше о молодежных центрах Вы сюда можете позвонить Это самый удобный способ 25 53 70 Позвоните по этому номеру Вся информация Об их количестве О адресах Как в них можно попасть Как они работают Чем занимаются И так далее И тому подобное Я думаю Все подробно расскажут Спасибо большое вам за звонок Ну, теперь давайте попробуем Ответить на мой вопрос Хотелось бы освежить его в памяти Освежить его в памяти Я не буду освежать его полностью Напомню лишь о том Что сейчас современные технологии И вовлеченность молодежи Желание их посещать подобные центры На самом деле Нам, конечно, хотелось бы Больше привлекать В свои центры молодежь И мы всегда будем ставить Перед собой такую цель Поэтому через интернет Через какие-то средства массовой информации Мы, конечно же, пытаемся Донести информацию Очень жаль, что Человек, который только что Дозвонился в студию И не знает ничего О молодежных центрах Потому что мы на самом деле Максимально проводим Информационную кампанию Для того, чтобы донести До наших потенциальных Посетителей Информацию о том Какие центры реализуются Ведь это все для молодежи Абсолютно бесплатно Да, это тоже был Такой важный момент Оставил этот приятный И пикантный пунктик Нашим вопросом напоследок Все центры осуществляют свою работу Исключая какой-либо вид Платной формы На взаимодействие Для молодежи То есть это Возраст от 14 до 30 лет А также для молодых семей А молодые семьи у нас По законодательству До 35 лет Получают все услуги В наших молодежных центрах Абсолютно бесплатно Если же вам больше 30 лет Не огорчайтесь Эти услуги Также вы можете получить Но уже Но вы уже не молодежи Но уже Это предоставляется Услуга платно И пока половина Смотрящая нас Сейчас аудитория С грустью вешает Кеды на гвоздь И обратно надевает Пешаки и галстыки Но очень под демократичным ценам Да, да, да Помните о том Что возможность присоединиться Все-таки присутствует Итак Молодежные центры Осуществляют свою деятельность На бесплатной основе Если Аудитория попадает Под возрастную категорию От 14 до 30 лет Давайте так Без точной аналитики Потому что Скучные сухие цифры Наверняка Будут неинтересны Вот в это наше Объединенное время Сейчас и слушателям И зрителям Но все-таки Какое количество людей На момент времени Посещает молодежные центры Примерно? Объединение молодежных центров Ведет такую статистику Ежегодно То есть они Просят От молодежи Которая приходит к ним В центры Заполнять анкеты И то есть Если вот прям Индивидуально Все анкеты посчитать Без повторов То это получается Около 5000 человек в год Эвана 5000 человек в год А молодежные центры Функционируют 24 часа в сутки 7 дней в неделю Ну я утрирую То есть Или есть какие-то Сезонные выходы Конечно же Летом В связи с тем Что молодежь У нас Просто огромным потоком Выезжают Все более теплые Странные регионы Переходим На летний режим Но какие-то центры Остаются работать Именно летом Не закрываются Закрываются Такие центры Мы точно знаем Что целевая аудитория Этого центра Ее нет в городе Это например Есть такой центр Развития гражданских Инициатив Который направлен В большей степени На студенческую Молодежь И поэтому Конечно Они в летний период Не работают Как интересно звучит Развитие гражданских Инициатив Готовить юных юристов Раньше Это был Центр Под названием Студенческая приемная В общем-то Наверное На слуху Она так и есть Я очень люблю Это название И часто применяю В своей речи Поэтому Для меня Такое тоже Несколько странное Название Но оно Включает в себя В общем-то Опять так же Рассказывает О той специфике работы Которой включает в себя Этот центр То есть Студенческий актив Может прийти В этот центр С какой-то своей идеей Инициативой гражданской Им помогут Эту идею Довести До какого-то Логического завершения И помочь В реализации Любопытство ради Много таких проектов Удаётся довести До Логического завершения Есть уже такие проекты Которые уже Являются Традиционными То есть У нас На базе Этого центра Функционирует Действует И развивается Нурманский городской Студенческий совет Кстати Завтра 20 лет Ну а С наступающим вас Да И у них Есть Такие проекты Которые Благодаря Силами Идеями Студентов Города Мурманска Стали уже Традиционными Да С этим Сложно Не согласиться Потому что В действительности Нет ни одного Человека В городе Который бы Не был Знаком С работой Сего комитета И Не смог бы Оценить Или наоборот Переоценить Его вклад В развитие Ну Наверное Где-то по чуть-чуть А где-то сильно Весомо Каждого элемента Жизнедеятельности Социальной сферы Нашего города Нашей молодежи И И все же Вот около Пяти тысяч человек В год Это Статистика На самом деле Даже приятно знать Что все-таки Точные цифры имеются На руках Но Так как вы не первый год Вы можете наблюдать Определенный срез Просто любопытно Есть Подъем Или спад В количестве людей Мы Конечно Проводим Такую аналитику Если бы Мы наверное Не проводили Мы бы сидели бы На месте И не развивались Да Конечно Поэтому мы Стараемся Если видим Что где-то Молодежь Уже к этой теме Не так Интересна И появляются Там допустим Другие Учреждения Более В том же Направлении Но где Предоставляются Более Широкий Спектр Услуг Где Более Качественно Предоставляется Эта услуга И наша Целевая Аудитория Естественно Она Может Уйти В то Учреждение Мы Пересматриваем Работу Центра Поэтому То есть Это Постоянная Работа По модернизации Внутренней Дельности По ее Модификации Перестройки Таким Образом Чтобы Не потерять Тот сегмент Который Заинтересован Именно В этом направлении Деятельности Среди Молодежи Да Мы Стараемся Быть Постоянно Актуальными Для Молодежи Чтоб Быть Интересными Полезными Для Них Ну И Наверное Самый Такой Щекотливый Вопрос Удаётся Ли Быть Актуальными Оставаться Актуальными В связи С Вот Такой Непростой Ситуацией В мире И в стране Пандемия Не Обязует По итогу Лишиться Лишить Молодежь Каких-то Из Планирование Просто К нас Выпустят Из Дома На самом Деле Руководителя Объединения Молодежных Центров Далось Не Просто Решение О том Чтобы Учреждение Перешло На Дистанционную Работу Как Многие Другие Муниципальные Учреждения Именно Переживая За то Что Тот Актив Молодежь Которая Привыкла Посещать Наши Центры Просто Забудут Дорогу К нам Извините Пожалуйста Придется Перебить Снова Грубо И резко Давайте Попробуем Еще На один Звонок Успеем Ответь Алло Добрый день Николай Добрый день Алик Магомедович Здравствуйте Алик Магомедович Лучше Убеждаюся Что в советские Времена С молодежью И с детьми Было лучше Организовано Различие Так Пионерия Комсомол И многое Другое Тимуровцы Было Дело С Не за что Спасибо Звонок На очередное Напоминание Того Что Раньше Трава Была Зеленее Но Каждый Имеет Право На свое Собственное Мнение Оспаривать Его Я Ни в коем Образом Не вправе И даже Не собираюсь Возможно Времена Меняются И Какие-то Моменты Связанные С Организацией Взаимодействия С молодежью Работали Как Отлаженный Механизм Где-то Приходится Искать Новые Пути Но Хотелось Бы Я Конечно Не любитель Конфронтации Но все же Напомнить Что Меняется Не только Представление Власти Советская Или Российская Меняются И люди И молодежь И их менталитет И подход К ним В частности Это нужно Помнить Вспоминая О том Как выстраивается Работа с молодежью Сейчас И как она Выстраивалась Ранее Люди Все-таки Немножечко Другие Но Это Исключительно Мое Мои Пять копеек В качестве Ведущего Всей программы У нас Остается Буквально Минутка До завершения Мы все равно Успеем Вы говорили Что тяжело Далось Это решение На молодежные Центры Перешли На дистанционное Обучение Работу Да Они стараются Максимально Конечно Занять Через Интернет Свою Аудиторию Но Еще раз Повторюсь О том Что Объединение Молодежных Центров Востребовано Сейчас Так как Создан Волонтерский Штаб И весь Актив Который В общем-то Наверное Наш Родной Который Привык К работе Молодежных Центров И не Представляет Себе Скучную Жизнь Дома Присоединились К этому Волонтерскому Штабу И сейчас Волонтеров Уже Около Сотни Насчитывается Поэтому Да Поэтому Мы Свою Аудиторию Не Растеряем Но Только что Этот Штаб Будет Расти 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 Расширяться И это Сотня Станет Тысяча И тысяча Станет Ну может быть Тысяча И сто Я не знаю Сколько нужно Волонтеров Чтобы обеспечить Всем необходимым Всех Страждающих И желающих Но в любом случае Мы Пожелали бы вам Успехов В дальнейшем Развитии И Эту дату Отметить Уже Открытием Всех центров А не только Удаленной работы В связи с пандемией В общем Крепкого здоровья Дальнейших успехов Спасибо большое Что были у нас Сегодня в гостях На этом Открытая студия Завершает свое обещание Всего доброго До свидания Открытая студия